Всего около 200 предприятий, свободных от ковид, зарегистрировано на территории нашей области. Функции и поле деятельности у всех разные. Зеленой зоной стало и Орловское коммуникационное агентство. Его директор Альбина занимается рекламой и продвижением. Часто встречается с людьми. Привиться решила еще в июне, а вместе с тем и получить для своего агентства статус зеленой зоны. Сфера моей деятельности связана по большей части с людьми. И очень часто в своей работе я с ними коммуницирую, сталкиваюсь, работаю, общаюсь. И это огромное количество людей. Поэтому, как только я сделала прививку, я поняла, что если есть такая возможность получить такой статус, почему бы и не повесить его, так сказать, на свою дверь и показать людям, что здесь абсолютно безопасно, и можно ко мне приходить, пить чай, кофе, общаться со мной и не бояться заболеть. Еще одним предприятием, свободным от ковид, стало агентство интернет-маркетинга. Это одна из крупных IT-компаний, которая получила такой статус. Денис, расскажите, пожалуйста, почему вы решили получить статус, свободный от ковид? Во-первых, мы заметили такую тенденцию среди орловских компаний и решили к ней присоединиться. А во-вторых, чтобы показать нашим клиентам, что с нами не только выгодно и надежно, но и безопасно. Для Дениса зеленая наклейка не только метко говорящая о безопасности его предприятия, но и интересное конкурентное преимущество. Все сотрудники IT-агентства либо привиты, либо переболели и имеют антитела. Получают статус зеленой зоны из салона красоты. Их в общем списке безопасных территорий немного. Один из таких находится в поселке городского типа Знаменка. Как говорит руководитель Ирина Ступина, клиентов в парикмахерской мало не бывает. Как бы было сказано, что мы не сможем работать без этого статуса, потому что нас могут не допустить до работы. И поэтому мы как бы решили и для клиентов безопаснее. И клиенты нас спрашивают, вы болели или не болели. И мы также спрашиваем, прививались, не прививались. Ну а теперь как бы все это все равно заходит, сразу обращают внимание. Войти в реестр предприятий свободных от ковид можно с помощью центра «Мой бизнес». Подается заявление онлайн на электронную почту организации. Артем Смахтин, Андрей Борискин, телеканал «Первый областной». Артем Смахтин, телеканал «Первый областной».